Здравствуйте! Случилось страшное. Несколько дней назад я недосчиталась на своем канале одного ценного познавательного видео. Видео про талисман Лапка. Эту пропажу я заметила не сама. Это мне кто-то из подписчиков написал. Спасибо вам огромное! Ну, конечно, я это видео удалила сама по ошибке. Других вариантов нет. Как нет и копий. Делать нечего, придется переснимать. То первое видео я почему-то делала в торопях и из подручных средств. Сейчас я сделаю для вас показательно точно такой же талисман Лапка и точно такое же видео сниму. Только в этот раз пусть все будет без суеты. И я иду в специальный магазин за специальными материалами. Кстати, ответственность момента вы можете угадать по мне даже сейчас. Она, например, в том, что я в глаженной одежде. А я просто так одежду не глажу и вам не советую. Надо беречь ресурсы планеты. Пойдемте. И я нашла вот такой вот магазин. Он называется «Хобби материалы». Я думаю, что там все нужное есть. Осталось только угадать, как мне туда попасть. А здесь так много интересного. Ну вот, все купила. Итак, что такое талисман Лапка и зачем он нужен? С незапамятных времен люди мечтают о трех вещах. Разбогатеть, влюбиться или выздороветь. Ну, некоторые особо одаренные хотят еще прославиться. Поэтому талисман Лапка, как и любой другой талисман, привлечет в вашу жизнь богатство, любовь и здоровье. Это все общие категории. Частное, ваше персональное наполнение, конечно, будет разным. Поэтому просите, чего хотите. Лапка на самом деле выполняет желания самые разные. Хочу только предупредить о том, что не надо ее делать напрасно. Если у вас и так все хорошо, и сердцем вы чувствуете, что перемены разительные в жизни вам сейчас не нужны, то лучше отложите, не знаю, сохраните себе ссылку, не смотрите видео, не искушайтесь. А вообще я помню, что только свою первую лапку когда-то много-много лет назад я делала по-настоящему, осознанно, с целью, конкретно для себя. Все другие последующие лапки были образцово-показательными. Я их делала нарочно. Ну, вот как теперь? Для того, чтобы кого-то научить. И надо сказать, что вот эти вот, ну, как бы учебные, ложные лапки в моей жизни, тем не менее, срабатывали как настоящие. Наверное, все-таки разницы никакой нет. Поэтому прежде чем записывать это видео, я задумалась. Конечно, это только какой-то урок для подписчиков. Тем не менее, ритуал-то я совершаю, и талисман-то у меня будет, и какие-то перемены я в своей жизни неизбежно все-таки привлеку. Не жажду я, но готова, и все приму. Пойдемте делать. Ну вот, я готова к тому, чтобы делать талисман-лапка. Для этого нам потребуется лоскут белой ткани, любой, любого размера. Я предпочла бы, кстати, какой-нибудь кусочек поменьше, вот такой, например, или даже одну восьмую. Но у меня выбора нет. Мне попалась на глаза, она была дома. Вот такая вот салфетка. Лучше, чтобы этот лоскут имел какой-то законченный вид. Ну, то есть, вот подрубленная салфеточка. Потом нам потребуются нитки. Это я купила сегодня, вы видели. Иголка соответствующая, в которую проденется вот такая нитка. Ножницы, возможно. Можно, хотя если есть хорошие зубы, можно обойтись без ножниц. Это все. По набору вы, конечно, поняли, что мы будем вышивать. Привычное для многих занятие. Покажу, что должно получиться. Конечная схема, как бы инструкция, которая идеал в собранном виде. Модель, вещь в собранном виде. Наша лапка должна выглядеть вот так. Вот такую фигуру нужно вышить черными нитками на белой ткани. Или белыми нитками на черной ткани. Но давайте об этом позже, если не забуду, расскажу. Если проводить какие-то параллели, находить, а если искать, то всегда их можно найти с предсказательными инструментами, то вот эта самая лапка имеет отсылку к руне, отсылку на скандинавскую руну Альгис или Ольгис, как ее иногда еще называют. Это руна покровительствующей удачи. И кроме того, какое-то отношение лапка имеет неизбежно к картам Таро. В картах Таро она соответствует колесу фортуны. Видите, вот я такую вот старую колоду достала для вас. Старые, пристарые, самые знаменитые мои карты. И вот такое вот потертое колесо фортуны здесь есть. Ну, легко увидеть, что они в каком-то смысле похожи. Колесико и здесь, и там. Обе фигуры не имеют какой-то ориентированности по сторонам света. То есть одинаковые все со всех сторон. Но вот суть идеи лапки в этом. Ну, наверное, я не знаю, мне нужно вытащить вот эту вот иголку самую толстую. Вот такая, видите? Когда я говорила, потратьте немножко времени, энергии, каких-то своих ресурсов на приготовление лапки, я имела в виду и деньги потраченные. Вот иголки-то куплены, понимаете? Немного, пустячок, а все равно. Вас тоже не должно это смущать, если у вас нет навыков. Если вы действительно не вышиваете, понятия не имеете, как это делается. Назначение ведь ритуала совсем не в этом. Назначение его в том, чтобы вы задумались. Прежде всего задумались о том, что вам в жизни сейчас больше всего не хватает. И чтобы вы какую-то провели, ну, как бы инвентаризацию ценностей собственных, собственных ожиданий. И вот этим вот временем, потраченным на приготовление лапки, вы вложились в пользу как бы Вселенной, чтобы она вам так или иначе как-то ответила. Продолжение следует... Хочется, чтобы получилось не очень криво, потому что я же таким образом себе какую-то новую судьбу привлекаю. А судьбы кривой я себе не хочу и никому не желаю. Судьбу же мы тоже не ждем идеально ровно. Да, это и скучно, знаете, это и не нужно. Судьба без излишних каких-то драматических невероятных испытаний нужна нам, чтобы потом про нас в Голливуде какой-нибудь триллер, какой-нибудь ужастик, какую-нибудь драму не сняли. Ну а полный штиль, полное спокойствие ведь тоже не нужны. И я вспомнила, конечно, почему я в прошлый раз торопилась, когда делала лапку. Потому что, ну так принято, лапку делают накануне Новолуния или непосредственно в Новолунии. Ну это не загадка, это всегда можно найти и прочитать, когда очередное Новолуние случится. Лучше, если вы выберете время и будете делать талисман вот строго в момент, когда Новолуние на небе там происходит, когда на небе родится новая луна. Наверное, это не так сложно, если только это не глубокая ночь, вечер, день, когда угодно. По-разному же это бывает. Когда было живо еще старое видео, оно со временем, оно находилось на канале примерно три года. И со временем оно обросло массой комментариев. И они были самые разные. Ну знаете, как это бывает? Кто-то писал, лапка ерунда, она вообще не работает. Причем через три дня после того, как видео вышло. А кто-то писал, да вы что, у меня так жизнь поменялась. Спасибо лапке, что бы я без нее делала. И много было вопросов каких-то технических уточняющих. Но знаете, самый популярный комментарий какой был, догадайтесь. Вот вы говорите, что лапку нужно делать в новолунии. А сейчас, ну далеко до новолунии. Вот я сейчас наткнулась на ваше видео. А новолунии еще не скоро. А можно я вот сейчас сделаю? Вот не буду ждать новолунии. Вот сейчас вот наоборот, допустим. Полнолуние. Или какая-то другая фаза. А можно я вот сейчас сделаю эту лапку? Это было... Вот такой комментарий, такой вопрос просто бил все рекорды. Некоторые люди мне писали даже очень активно на почту. Вот именно этот вопрос присылали. Ну что я могу сказать? Во-первых, вы себя выдаёте. Я, когда вы вот этот... Задаете вот этот вопрос, мне или уж там высшим силам, не знаю. Я сразу, мне понятно, почему в вашей жизни все не слишком хорошо. Что вы так торопитесь. Очевидный грех ваш... Очевидный грех ваш и ваша главная проблема в этой жизни – это нетерпение, нетерпеливость. И, вероятно, этой нетерпеливостью вы уже так много себе правильных путей в жизни закрыли. И так многого лишились. И так многих хороших людей вокруг себя распугали. А теперь еще вы хотите лапку сикось-накось сделать. Из-за этого же... Ну, друзья мои, Новолуния, слава богу, пока еще раз в месяц бывает, пока Луна не передумала. Ну, можно дождаться, правда же, можно подождать. Это не какой-то прям вот чудовищный срок большой. Сейчас я не тороплюсь, я дала себе слово не торопиться. Хотя мне всегда не торопиться сложно. У меня, ну, такой гороскоп. А лапка хуже получается. Я вам покажу. Ну, намного кривее, по крайней мере. Не знаю, как она покажет себя в работе. Вот это мой какой-то промежуточный итог. Да, еще в прошлый раз было много вопросов про утилизацию лапки. Очень много. Причем где-то после... Ну, месяца через три после публикации прошлого видео стали мне на почту приходить письма. Ольга, ну, у меня лапка сработала, все, я получила. Что теперь с ней делать? Куда ее теперь девать, лапку-то эту? Ну, я честно скажу, я не знаю. Потому что у меня они просто куда-то девались. Я вообще уверена, что талисманы после того, как... Они у меня были разные, бывали, ну, когда-то тоже давно. Но вообще я уверена, что талисманы рассасываются в просторах Вселенной. Как-то сами должны рассасываться, по крайней мере. Ну, что значит утилизация талисмана, утилизация лапки? Это проблема. Кто-то писал, можно ее, эту саму лапку сжечь. Не знаю. А вы не поторопитесь? Может быть, как вот точно, четко определить момент, что лапка сработала, отработала? Может быть, у нее на вас еще какие-то продолжительные, грандиозные планы? А вы ее сожжете? Не знаю. По-моему, этого не нужно делать. Пусть лежит и себе и лежит. Я, кстати, именно, ну, в том числе и поэтому, рекомендую лапку делать маленькую. Потому что, ну, чтобы вы могли ее носить где-то с собой, приколоть к белью, как девушки любят, положить в кошелек, ну, положить в какое-то еще укромное место. Сама я никогда этой задачей, этим вопросом не задавалась. У меня он просто не стоял. Они у меня просто куда-то девались. Может быть, я их теряла. Но теряла именно в тот момент, когда уже они были не нужны, когда я про них не помнила. Может быть, их забирал мышиный король, как зубы. Приходил ночью и утаскивал. Ну, не знаю. Вопрос. Как скоро лапка начинает действовать? Все зависит, конечно, от общих темпов, от общих скоростей вашей жизни. Ну, я понимаю, почему лапку и вообще любые талисманы делают, заводят или покупают, кстати, именно в новолунии. Потому что обновленная луна символизирует обновленные жизненные циклы, обновленные жизненные вибрации. Предполагается, что за предыдущие две лунные четверти человек как бы очистился от всего, все ненужное исключил, из рациона убрал из холодильника и так далее. И сейчас готов к новой жизни. Для новой жизни вот, пожалуйста, новый стартер, новая, что ли, какая-то батарея энергетическая. Это вот эта вот самая лапка. Ох, я знала, что будет криво, но не знала, насколько. Я приношу свои извинения. Уверена, что у вас получится лучше. Ну ладно, друзья, не судите строго. Я сказала, что... Что я все умею на самом деле. Не было такой задачи вот отличиться именно в шитье или вышивании или в рукоделии. В конце концов, это же у нас не экзамен в институте благородных девиц. Тем более, что мне туда поздненько уже. Вот! Та-дам! Понравилась вам лапка? Ну вот она у меня такая получилась здоровенная. И эта салфетка, пусть у меня останется салфеткой. Я, может быть, ее вот и буду вот так вот на столе держать, во время гаданий, которые для вас записываю. Вообще, изготовление любого талисмана и лапки в том числе, это отличный повод по-настоящему задуматься, что вам надо в этой жизни, чего же вы хотите. Потому что, знаете, как бывает, может быть, вы начнете делать талисман, а когда будете про себя или даже вслух говорить желание, почувствуете, остро почувствуете, что это не ваше, что вы не хотите этого на самом деле, а хотите чего-то совсем другого. Подавляющее большинство людей, психологи об этом говорят постоянно, живут не своими желаниями. Поэтому ничего и не забывается, поэтому и жизнь. то тормозит, то бледнеет. Спасибо. Спасибо, что смотрели. До встречи на моем канале. Я вам желаю исполнения. Исполнения самые смелые, самые светлые. Всем спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...